Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам увеличения производства продовольственной продукции и повышения доходов населения. В мире усиливаются риски продовольственной безопасности. Ограничение на экспорт и разрыв транспортно-логистических цепочек усугубляет проблему. Согласно анализу, в этом году ожидается рост цен на продукты питания в мире не менее чем на 20%. В нашей стране 40-50% расходов населения приходится на продукты питания. Поэтому принимаются меры по смягчению влияния роста цен населения на жизнь населения за счет увеличения производства. В частности, с начала года путем сокращения хлопковых и зерновых площадей населению выделено 80 тысяч гектаров посевных угодий. Налажена инфраструктура Тамарка Хызмата для обеспечения населения семенами, рассадой и удобрениями. Только в этом году на выращивание сельскохозяйственных культур на приусадебных землях предоставлено 400 миллиардов суммов льготных кредитов. В результате таких возможностей производство увеличивается, а цены нормализуются. За последний месяц цена помидоров на внутреннем рынке снизилась в три раза. Огурцов на 10%, картофеля на 30%, моркови на 15%. Кроме того, за 6 месяцев экспортировано 821 тысячи тонн фруктов и овощей, что на 102 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Важно и то, что на выделенных землях была обеспечена занятость 780 тысяч человек. В эти минуты была установлена связь с регионами и звучало о том, как изменилась жизнь, какой положительный опыт внедрён на местах. Исходя из своего опыта, работая 10 лет в системе Махали, я получала 750 тысяч сумм зарплаты. Сегодня произошло столько изменений, есть столько возможностей. А ещё вы увеличили нашу зарплату в более чем 4 миллиона суммов. В Махали было выделено 80 гектаров земли. И ещё на основе вашего постановления ещё 72 домохозяйства через аукцион получили 11 гектаров земли на основе договора на 10 лет. Кроме того, мы получили ещё 9 гектаров площади, освободившихся из-под зерна. Поделили между домохозяйствами. Теперь в нашей Махале есть земля площадью в более чем 100 гектаров. И у нас не может быть недостатка в подовольствии. У нас есть 5 улиц. На двух из них мы сами по собственной инициативе посадили деревья. На одной протяжённостью 15 километров посадили вишню. На другой протяжённостью 22 километра посадили виноградник. Теперь следующий весной, да сбок, такую же работу проведёт на трёх остальных улицах. В первый сезон 72 наших домохозяйства выращивали картофель. Как минимум получили доход по 6-6,5 миллионов суммов. Уже с первого сезона. На второй сезон засели рисом. В этих 72 домохозяйствах есть те, кто включён в железную женскую и молодёжную тетради. Через аукцион они получили возможность. Бесплатно. Кроме того, им помогали и фермерские хозяйства. Таким образом, в этих 72 домохозяйствах есть и занятость, и семейный доход. Теперь для того, чтобы хранить запасы продовольствия, для Махали нужно 4 холодильника объёмом по 10 тонн. Люди будут спокойны. У нас в Махале живёт один студент. Он учился в Китае. И рассказывал, что там тот, у кого 4 сотки земли, считается очень богатым. И он сам это видел. А у нас в Махале есть 80 гектаров земли. На каждое домохозяйство приходится по 16 соток. Разумеется, мы богаты. Теперь мы, председатели Махалей, должны научить работать на этой земле. На совещании, наряду с положительным опытом районов и Махалей, открыто были обсуждены недостатки. В частности, указано, что 16 тысяч гектаров из 80 тысяч гектаров земли не удалось распределить из-за отдалённости от населённых пунктов и ограниченного доступа к воде. Хакимам поручено заменить эти участки на удобные для населения. Глава государства определил новые возможности на основе предложений населения. Отмечалось, что до конца года населению будет выделено ещё 20 тысяч гектаров, а в следующем году 100 тысяч гектаров посевных земель. В общей сложности площадь наделов достигнет 200 тысяч гектаров. Это очень большая возможность. Появятся условия для обеспечения занятости дополнительно 1 миллиона 200 тысяч человек. Самое главное, что если Хаким района, помощник Хакима подойдут к этим вопросам с расчётом, то можно легко решить вопрос продовольствия и безработных, сказал Шавкат Мерзиёев. В целях оказания помощи населению в производстве и реализации продукции даны поручения по доставке в районы высокоурожайных семян и саженцев, установке небольших морозильников, увеличении количества теплиц. Сегодня жители 64 районов выращивают на своих приусадебных землях 3 урожая в год. При хорошем урожае одна семья может зарабатывать до 60-100 миллионов суммов. Глава государства подчеркнул, что такую работу следует стимулировать и в других районах. В частности, решено увеличить размер субсидии, выделяемой на расходы по сооружению крупных колодцев в районах с затруднённым водоснабжением до 150 миллионов суммов. На небольшие скважины будет предоставляться субсидия в размере 100 тысяч суммов за каждый метр глубины колодца после 5 метров в Каркалпакстане и более 10 метров в других регионах. Гидрогеологические заключения по бурению скважин будут предоставляться бесплатно до 2025 года. Субсидии на внедрение водосберегающих технологий решено распространить и на фермерские хозяйства. Ещё одна проблема, которая мешает домохозяйствам, это то, что 2 миллиона 600 тысяч домов в нашей стране не имеют кадастровых документов. В народные приёмные поступают многочисленные обращения о том, что их владельцы не могут воспользоваться кредитами, субсидиями и ипотечными кредитами на расширение жилья. Кроме того, из-за отсутствия кадастра, земельный налог рассчитывается по ставке, повышенной в три раза. Перед Министерством юстиции поставлена задача разработать отдельный законопроект для окончательного решения вопроса домов без кадастра. До принятия нового закона начисление налога на эти дома по тройной ставке будет приостановлено. На совещании затронуты вопросы сельского хозяйства. Перед хакимиатами поставлена задача принять меры по размещению до конца июля повторных культур на 820 тысяч гектаров площадей и заготовке 11 миллионов тонн продукции. Как известно, в этом году запущена новая система финансирования, выращивания и закупки зерна. Предложение привлекательных цен для фермеров дало свои результаты. В связи с тем, что в июле на биржу было выставлено 88 тысяч тонн пшеницы, средняя цена одной тонны пшеницы снизилась на 30%. В государственный ресурс закуплено 1 миллион 842 тысячи тонн зерна. Фермеры и кластеры сдали на хранение в зерновые предприятия 574 тысячи тонн колоссовых. Ответственным лицам поручено регулярно выставлять это зерно на биржу и до 1 октября произвести полный расчет с фермерами и кластерами. Президент остановился на повышении эффективности исполнительной дисциплины государственных органов. Исследования в Самаркандской области выявили многие наши недостатки. Самые трудные и тяжелые реформы еще впереди. Каждый должен измениться, изменить свои методы работы, сказал глава нашего государства. Подчеркнуто, что кабинету министров, министерствам и ведомствам необходимо изменить свою структуру и методы работы. Министерству юстиции поручено оптимизировать законодательство и повысить удобство для жителей и предпринимателей. Перед счетной палатой поставлена задача оцифровать процессы расходования средств, особенно финансирование строительства, выделение субсидий и компенсаций. По рассмотренным на видео с электронным совещанием вопросом выступили заместители премьер-министра, министры, председатели Махалей, ответственные лица сферы.